На звена здесь в клубе врачи. Если не хочешь пойти, кровь сдать. Некоторые жители села, прослышав о приезде врачей из областного центра, спешат поделиться новостью со своими соседями и знакомыми. Те, кто пришел пораньше, уже сидят на приеме у доктора, сдают кровь и меряют давление. Для приведения первого этапа диспансеризации в селах у медиков есть мобильный комплекс, куда входит и лаборатория по исследованию крови на уровень сахара и холестерина. Бригада специалистов поликлиники номер 6 областного центра проводит обследование не только в Березняках, но и в Старорусском, Ключах, Луговом. Согласно графику, каждые три месяца взрослые жители могут получить информацию о состоянии своего организма. Если возникает необходимость, тут же на месте доктор может назначить лечение. Не знаю, что будут выбрать, то и сделаю. Кровь, кровь сдам. Терапевт, терапевт-то пойду. Нет, все равно, хоть так, для себя даже провериться. На вооружении бригады медиков аппарат для проведения электрокардиограммы. Юрий Викторович говорит, что окончательное заключение дают другие специалисты поликлиники. Но предварительную информацию о состоянии человеческого мотора пациент может получить сразу после ЭКГ. Диспансеризация идет уже третий год, и сегодня врачи признают, что в сельской местности высокий процент сердечников. На первом месте стоит все-таки гипертоническая болезнь. Затем уже стенокардия, ишемическая болезнь. Ну, редко когда инфаркты. Но инфаркты мы все знаем, они у нас на учете стоят. Ну и такие заболевания. Люди физически работают. Это заболевания суставов. В этом году мы активно используем выездные формы работы. Если в 2013 году количество населения сельского, осмотренного методом выездных бригад, было 16%, то в 2014-м 27%, а вот уже на текущую дату этого года таких людей 36%. До конца текущего года Министерством здравоохранения будет приобретено еще три мобильных комплекса, где будут и аппараты УЗИ для скринингового обследования. Общее число сельских жителей, прошедших диспансеризацию с начала года, в том числе в районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, уже более 80 тысяч.